Лизгинский язык, довольно интересный из кавказских, это самая юго-восточная часть Дагестана, в результате часть этого народа в Дагестане, проживая часть в Азербайджане. Известен еще с 19 века, известный Усларова, первое описание его сделал, потом продолжали кодификацию, потом была грамматика Жиркова и так далее. Число говорящих по-разному в разных источниках, вот у меня советский источник говорит 110 тысяч человек, энциклопедия говорит 750 тысяч человек, и в некоторых источниках я видел полтора миллиона. То есть в целом непонятно сейчас сколько говорящих, но явно численность растет, много диалектов, имеется стандартный язык, письменность, тоже по всем тем же моделям. То есть сначала латинскую письменность сделали в 1928 году, и в 1938 году уже на основе кириллицы. Имеется издание книг, газет, преподавание в школах и так далее. Тем не менее, с 16 года считается, что язык уязвимый, так как он вытесняется русским. И поэтому сейчас проводятся проекты по спасению лесгинского языка. Есть раздел Википедии, лесгинская Википедия, правда. Не очень большой, но работает. Характеристика языка. Классификация гласных, то есть есть У передняя особенность, и А передняя, и есть сингармонизм. То есть гласные устроены как в тюркских, по законам сингармонизма. Система согласных. Вот она. Система согласных интересна тем, что есть предыхательные, то есть получается, что у нас согласные четырех классов, четырех уровней. Обычная кавказская схема – это три уровня – звонкие, глухие и абруктивные. Да, тут четыре, потому что есть еще предыхательные. Ну, предыхательные тут глухие. Ну, также вот и африкаты вполне так логично устроены, тоже по трем уровням. Остальное без особенных отличий. Гласные в носовые переходят довольно широко в лесгинском, а также изменяются по правилам сингармонизма. Распространена редукция, и любой гласный может выпадать, который без ударений находится, гласный часто выпадает. Еще такая интересная вещь, что именно в лесгинском языке из всех кавказских нет категории класса. Я в любом кавказском рассказываю сразу про классы, рассказываю, что это важная категория, она влияет на весь синтаксис, она влияет на все изменения существительного прилагательного. Так вот, нет ничего такого в лесгинском языке. 18 падежей, правда, падежи устроены примерно, как обычно, в кавказских. То есть, есть основные падежи, включая эрготипные падежи, есть большое количество местных падежей, вот они, с разными оттенками значений, и они уже образуют серии. 5 серий местных падежей, в результате 14 падежей местных. Местные падежи, они, конечно, изначально имели значение направление там или другой там какой-то особенности расположения, да. Ну, и они его продолжают иметь, но они также в лесгинском много абстрактных значений приобрели. Допустим, третий исходный падеж может означать, что относительно этой вещи мы испытываем стыд или страх. Вот это все значит, что падежом этим выражается. Или, допустим, местный второй падеж означает, что мы эту вещь оцениваем или мы ведем торговлю относительно этой вещи. Ну, то есть, довольно, видимо, сложно понимать там при таком развитии значений падежей, довольно сложно там освоить, я думаю, синтаксис, то, что надо учитывать все оттенки вот эти. Вот числительные, опять числительные, свои собственные, мало походят на что-то в соседних кавказских языках. И тут показатель числительного D, да, то есть, вот я говорю, что иногда есть показатели числительных кавказских, и это популярно. И в данном случае D, то есть, Kved, Pud, Qut и так далее. Вот можно на все на это полюбоваться. Местоимение Zun, Wun, Chun тоже довольно походит друг на друга. Глагол не изменяется по лицам и числам в этом отношении, тоже достаточно простой язык классов, нет, глагол не изменяется по сравнению с другими кавказскими, это облегченное. 7 наклонений, наклонения имеют показатели алютинативные, то есть, каждое наклонение, просто запоминаем суффикс, все. Имеется большое количество зато времен всяких, вот я привожу, как они образуются, но, как правило, они образуются агглютинативно, но надо запомнить, от какого, от какой основы. Они образуются от трех основ, у меня тут есть в советской книжке табличка, большая схемка, правда она кривая, косая, я решил ее не вставлять. В общем, из этой схемки можно выводы сделать, что тут три основы, от каждой основы образуется конкретный набор времен, причем некоторые времена друг от друга за счет нанизывания окончаний. Допустим, авун, исходная форма, потом прошедшая авуна и потом давно прошедшая авунай, то есть, нанизываются окончания одно на другое и за счет этого образуются новые времена. После логи, как обычно, что касается синтаксиса, то есть развитые, тут пишут сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения, что необычно, потому что в большинстве кавказских все-таки это причастными, депричастными оборотами выражается. Но, честно говоря, вот те примеры союзов, которые приводят, это арабские. Возможно, есть свои, просто, может быть, тут просто таких примеров не приводят, но судя по примерам вот в этой книжке «Языки народов СССР», вот этот синтаксис, конечно, есть, но он под влиянием арабского и все союзы арабские. Что касается лексики, то, в общем, да, то есть, как обычно, три уровня. Такое самое старое заимствование – это арабские и персидские, потом тюркские идут, и современные – это советские. Ну, учитывая, что вопрос заимствования политизирован, тут я из советской книжки не стал бы ничего втыкать. Советская книжка, естественно, преувеличивает влияние русского языка, но по примерам я вижу, что тут сильное влияние арабского, и упоминается также, что есть влияние тюркского, хотя непонятно в какой степени, потому что примеров не приводится. Ну, вот я вижу в текстах, допустим, «Юлдаш», кое-какие тюркизмы я тут вижу. Ну, вот, в общем, всё, что можно в этом языке сказать.